Девушки отдыхают Ветераны АТО, которые также прошли по Крещатику, говорят, боевая мощь государства должна быть на виду. Открыл парад традиционно президент. Рядом с Петром Порошенко спикер парламента Андрей Порубий, премьер Владимир Гройсман, представители духовенства, иностранные гости. В приветственной речи гарант заявил, курс Украины в ЕС и НАТО следует утвердить законодательно. Дорогие украинцы, оттуда, как вы довели мне посаду президента Украины, государственный компас, уверенно, показывает на Запад, в бок противоположной империи. И Острелка жодного разу не сдригнулася. Модернизированные танки системы залпового огня – это украинские разработки. Самым ожидаемым демонстрационным элементом стал новейший транспортник Ан-178. Всего же зрители могли наблюдать 250 единиц различной техники. Не забыли у строителей парада и о боевых заслугах украинских воинов. Великая честь, как для меня особисто, так и для моей частины, которую я очолюю. Частина отримала бойовый прапор. Те частины, которые принимали участь в бойовых действиях, вручение прапоров. Дуже добрые эмоции, поднесения за то, что наши Збройные силы восстановляются. Сам, до речи, до этого трохи причетный, как волонтер. Была радость от того, что есть, кто защищает нашу государство. Было ощущение, что есть те, кто будет защищать и защищает государство. А это самое главное не уверен. Я не уверен, что это нужно. И это нужно делать именно в День независимости. Можливо, какие-то другие, может, День украинской армии. Когда отгремел марш независимости, столица порадовала украинцев и другими праздничными мероприятиями. А за порядком и спокойствием граждан следили 6 тысяч правоохранителей и спасателей.